Проект «Чужих детей не бывает» при Курганской митрополии, который успешно работает без малого 7 лет, проводит новый творческий конкурс. В нем принимают участие сироты из детских домов Курганской области. Его идея в поддержании творческих начинаний таких ребятишек. Но главной целью проекта является привлечение внимания общественности к проблеме социального сиротства и устройства детей в семьи. Подробности в материале наших зауральских коллег. Такого количества картин на один квадратный метр встретишь не всякий раз. Все эти работы, выполненные в разных техниках, – дело рук воспитанников Курганского детского дома. Сначала сделали птицу, потом паяльником немножко вот здесь, потом все это соединили и все. Сложно? Да, но не очень, но сложно. В творческих конкурсах, организованных Курганской епархией, Василий участвует не впервые. Не раз он становился победителем. Эту работу мальчик подготовил для участия в новом конкурсе «Вера, надежда, мечта», который стартовал в начале этого года. Его целью организаторы видят не только поддержание творческих начинаний детей-сирот. Главная задача – привлечь внимание к ребятишкам, каждый из которых мечтает обрести семью. У меня приемные семьи брали, но там случаи были такие. То есть тебе пришлось вернуться обратно? Да, сейчас пытаюсь идти. Какую ты видишь свою семью? Семью понимающей, любящей, чтобы они приходили, чтобы поддержка была их. «Вера, надежда, мечта» – не первый конкурс, который проводится в рамках проекта «Чужих детей не бывает». За последние несколько лет прошли уже три подобных конкурса. В ходе их реализации порядка 50 ребятишек были устроены в семьи. Помогают в этом и молитвенные карточки с фотографиями детей, которые регулярно распространяются по храмам и приходам Курганской митрополии. В рамках данного конкурса планируется очередной выпуск молитвенных карточек на детей-сирот, где на одной стороне молитвенной карточки публикуются фотографии детей-сирот, а на другой стороне молитва о них. Такие карточки помогли очень многим детям-сиротам обрести свои семьи и получить молитвенную поддержку. Фотохудожник Анна Макарова в проекте «Чужих детей не бывает» работает давно. Сейчас она снимает ребятишек с их конкурсными работами, каждый из которых займет свое место на молитвенной карточке. Как показывает опыт, в ходе творческих конкурсов дети-сироты открывают в себе таланты. Что произошло, к примеру, с воспитанником одного из детских домов Юрии. Мальчика забрали из детского дома в семью и развивают его художественные способности. Среди наших конкурсантов действительно встречаются одаренные дети, чьи работы были высоко оценены выдающимся зауральским живописцем Германом Травниковым. В итоге дети продолжили свое обучение в художественной школе. С Божьей помощью в ходе реализации этих проектов мы помогаем воспитанникам детских домов с одной стороны. Найти приемных родителей с другой стороны мы помогаем им реализоваться творчески. Кроме всего, по завершении конкурса детские работы будут выставлены в одном из медицинских учреждений города Кургана. В прошлом году лучшие работы разместили в холле гематологического отделения областной больницы. И каждый ребенок хотел, чтобы его работа попала туда, где она будет дарить добро, что ли, помогать выздороветь. Для реализации задуманного конкурса в рамках проекта «Чужих детей не бывает» необходимы средства. Поэтому призываем всех неравнодушных к судьбам детей-сирот о помощи. Для того, чтобы проект «Чужих детей не бывает» смог осуществить все запланированное и конкурс провести полномасштабно, и выпуск молитвенных карточек сделать, конечно же, нам нужна помощь со стороны. Организаторы проекта будут рады помощи любого характера, будь то средства или всевозможные игрушки и развивающие игры для детей разных возрастов. Пожертвования принимают в епархиальной службе милосердия. Наталья Шуплицова, Сергей Касьянов, пресс-центр Курганской епархии для телеканала «Союз».